Всем привет! Сегодня я покажу проверенный способ, как отстирать кухонные полотенца, пеленки и прочее. Этот способ проверенный годами. Грязные пожелтевшие засаленные кухонные полотенца станут как новые. Я специально для этого видео копила кучу грязных полотенец, чтобы вам показать все с самого начала. Тем более сразу их и отстираю. Итак, некоторые полотенца у нас в ужасном состоянии и это хорошо, так как эффективность способа будет достоверной. Сразу скажу, что много пятен на полотенце застарелых, ни одна стирка их не берет. Стирал я их с пятновыводителями и разными порошками, ничего. Решила снять видео, как же я буду удалять пятна. Выбросить жалко, так как в частном доме они ведь и пригодятся. Можно предварительно перед основным способом полотенце замочить. Мы будем все делать в замачивании. Сейчас эту всю кучу полотенец отправляем замачиваться в кальцинированной соде. И Хана подгавкает. В кальцинированную соду кладем в пропорции 1 столовая ложка на 3 литра воды. У нас горячая вода, 12 литров, кладем 4 ложки. Все тщательно перемешиваем до полного растворения кальцинированной соды. Далее замачиваем в этом растворе кухонные полотенца, можно пеленки и так далее, на несколько часов и более. Мы оставляем на всю ночь, так как у нас пятна очень старые. Опуская полотенца в бак, пытаемся их замочить не в сложенном виде, то есть расправляем. После того, как полотенца полежат в этом растворе, нужно время, необходимо их простирать обычным способом в ручную или в стиральной машинке. Я стираю в стиральной машине на режиме быстро, можно в режиме хлопок быстро. При температуре 40 градусов отжим 800 оборотов. После того, как полотенца постирались уже чистыми, их можно проваривать в секретном растворе, который убирает все пятна. Прям мокрые на варку можно и бросать в бак. Я засуетилась с детьми и доваривала их на следующий день, но это дает возможность увидеть на сухих полотенцах, что пятна-то практически все остались застарелые, свежие ушли. Вот для вас сняла немного для наглядности. Итак, мы убедились, что пятна еще на месте. Замачивали мы их для того, чтобы максимально возможно полотенце выстирать. Ведь варить полотенце надо чистыми, постиранными. Если у вас полотенце постиранное просто нуждается в удалении пятен, то процедуру замачивания вы можете пропустить, хотя она улучшает результат. Далее в бак или другую емкость наливаем 10 литров горячей воды. Будем ориентироваться на этот объем. Доводим ее до кипения. Огонь уменьшаем до среднего, даже немножко меньше. Затем по очереди закидываем необходимые ингредиенты. Пропорция такая. На 10 литров воды берем 4 столовых ложки кальцинированной содой. Далее добавляем стиральный порошок. 4 столовых ложки на 10 литров воды тоже. Если у вас аллергенный стиральный порошок, то кальцинированная сода сделает свое дело сама. Можно его не добавлять. У нас мыло хозяйственное в порошке. Можно брать натертое. У нас мыло хозяйственного добавляем 4 столовых ложки на 10 литров воды. Все перемешиваем. Затем открываем окошко и добавляем нашатырный спирт. Аммиак. Добавляем 2 столовых ложки на 10 литров воды. Перемешиваем. Если вы хотите отбелить кухонные полотенца или пеленки, то добавьте не 2 столовых ложки нашатырного спирта на 10 литров воды, а 0,5 столовых ложки на 1 литр воды. То есть на 10 литров надо добавить 5 столовых ложек нашатырного спирта. Благодаря нашатырному спирту полотенца отбеливаются. Опускаем по одному наши полотенца. Предварительно мы их уже простирали. Нам нужно удалить пятна. Опуская полотенца в бак, пытаемся их замочить не в сложном виде. Далее в таком растворе рекомендуется варить от 10 минут и более на среднем огне. Мы варили целый час. Хотелось бы предупредить, что цветные вещи, которые могут окрасить другие полотенца, не кладите все вместе. Когда загрузили все полотенца, закрываем крышкой и ждем чуда. Периодически можно несколько раз подойти и помешать полотенца. После того, как полотенца выварились в нужное время, выключаем огонь и оставляем все как есть остывать. Периодически я пару раз подходила, перемешивала. Вот так вот это все. В принципе, мы уже варим достаточное количество времени. Сейчас я буду это все вариваю, выключать и оставлять остывать. Видите, какая грязная вода? Хотя мы стираем чистое полотенце. Постиранное, вымоченное предварительно. Вот это все отходит грязь, пятна. Затем стираем обычным способом в стиральной машине или вручную. Я буду стирать в стиральной машине. Так все лучше прополоскается. Буду ставить на стирку хлопок быстро, при 60 градусах, отжим 800 оборотов. Результат меня очень прям порадовал. Сейчас освещение плохое, так как на улице пасмурно. Но быстренько покажу вам результат. На 98% пятна ушли. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok На одном очень стареньком полотенце немного хуже, который мы использовали для грязных работ. Но в целом это очень эффективный способ. Учитывая, что нашим полотенцем очень много лет. Попробуйте и потом обязательно отпишитесь. Ткань после такой стирки не портится. Все чистенькое, без пятен и пахнет свежестью. Для удобства использования можно их прогладить и все. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok